Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищи с трудом! Несколько юных курсантов Центра дополнительного образования «Подвиг» сегодня были торжественно награждены дипломами за участие в конкурсе чтецов у Вечного Огня. Конкурс проходил в дистанционном формате. Юные ученики Центра даже во время карантинных ограничений активно принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. Вечерний Магадан посетил Центр «Подвиг» и застал построение и занятие курсантов. Конкурсы у нас проводятся ежедневно, еженедельно. То есть мы стараемся участвовать по возможности в большинстве тех конкурсов, которые предлагаются для участия. То есть это и всероссийские, и городские, и областные конкурсы, различные творческие, спортивные какие-то соревнования. То есть вот недавно наши ребята ездили в поселок Артукан для участия в соревнованиях имени, посвященном Попенченко. Привезли оттуда шесть первых мест. То есть всего у нас 18 человек выезжало, и все приехали с заслуженными наградами. То есть это первые, вторые, третьи места. Курсанты подвига приняли участие в 30-м областном турнире по боксу среди детей памяти колымского писателя Виктора Вяткина, посвященного 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Общее количество спортсменов составило 115 человек из 9 команд. Соревнования прошли в поселке Артукан. Один из самых младших воспитанников центра подвиг занял второе место. Даниил занимается боксом на базе центра всего второй год. Ну вообще поездка мне понравилась, второе место завоевал. И большое спасибо подвигу за то, что взял меня на эти соревнования. По словам директора центра подвиг, курсантами могут стать юноши в возрасте от 8 лет. Центр направлен на военно-патриотическую и физическую подготовку, которая пригодится для поступления на службу или в учебные заведения военной направленности. В основе занятий лежат две программы дополнительного образования «Допризывная подготовка» и «Будущее России». Также курсантам основных образовательных курсов доступны 6 дополнительных секций. Все курсанты изучают уставы, огневую и строевую подготовку, химико-биологическую защиту и многое другое. Большинство выпускников является гордостью центра подвиг. Юноши успешно поступают в военные вузы, имеют отличительные награды и даже занимают высокопоставленные должности. Кроме занятий военных дисциплин, у детей формируются основополагающие черты мужского характера и соответствующие навыки. Основной замысел простой – это воспитание из наших юных курсантов не просто людей, а отличных мужчин, готовых защищать свою родину, готовых идти по непростой дороге патриота. Центр подвиг закрепил за собой статус флагмана по патриотическому воспитанию в Магаданской области. Поэтому, когда большинство родителей отдаются до детей, они на 100% уверены, что дети попали в нужные руки. Образованию и дополнительному образованию детей в столице Колымы уделено особое внимание. Центры дополнительного образования оснащены всем необходимым для выполнения образовательных программ. В центре подвиг оборудованы залы для тренировок по стрельбам и занятия по боксу. Единственным ограничением в наборе курсантов является размер помещений для занятий. Поэтому ученики распределяются по группам, проводят тренировки по очереди. На данный момент в центре идет подготовка к ближайшим соревнованиям «Молодая гвардия» и конкурс «Наследники победы». Для повышения качества подготовки курсантов центру требуется стационарная полоса препятствий. Она существовала неподалеку от подвига на берегу реки Магаданки, но во время наводнения в 2014 году ее смыло. Теперь курсанты проводят тренировки в помещении. На базе уже имеющегося вспомогательного инвентаря.